Всем привет! Это аккаунт сборной России по футболу. Я, Гоша Гусев, и сегодня наши парни стартуют на долгожданном Евро. Соперник, первый номер в рейтинге FIFA, сборная Бельгии. Нашим парням будет максимально непросто, но поддержка миллионов болельщиков по всей стране обязательно им поможет. Кто-то будет смотреть футбол по телевизору, кто-то пойдет на стадион, а кто-то, как мы, отправится в самое пекло. Питерские фан-зоны. Поехали! Наша первая остановка – парк футбола. Это информационно-развлекательная территория, организованная в спортивном комплексе «Юбилейный». Здесь установили большой экран для просмотра матчей Евро. Также есть футбольная площадка и другие зоны для футбольных активностей. Одна из таких зон – робот-вратарь. Он моментально реагирует на движение мяча и, говорят, ему совершенно невозможно забить. Кого бы из бельгийцев позвал бы к себе домой? Или с кем бы поиграл? Дебрюйне, наверное. Он хорошо, ну, лучший игрок в центре поля. Если вот по точным басам, то, да, у него можно учиться. Солнце встанет над него, а Россия, мы с тобой! А сюда пришел зачем? Поесть. Поесть? Да, я... Мы приехали в фан-зону на Конюшинную площадь и сейчас перед матчем с сборной России и со сборной Бельгии решили узнать у болельщиков, что они думают по поводу матча. Мы с Сибири приехали, кайфуем, свежо, тепло, замечательно. Настроение отличное. Надеюсь, победим сегодня и будет просто праздник. За кого сегодня будешь болеть? За Бельгию. Какой счет, думаешь, сегодня будет? 2-1, наверное. Думаю, проиграют. Но верить будешь? Ну, конечно, мы всегда верим. 2-1. 2-1, кто забьет? Зуба и Черчев. Побеждали более сильных команд, поэтому думаю, выиграем. Будет тяжело, будет сложно, но надо им ничью. Я уверен, что сегодня у нас есть все шансы, чтобы сделать победу. Скажи, пожалуйста, за кого ты сегодня болеешь? За Россию. За Россию! Кто самый красивый в футболе сборной? А, Суэс играет? Да. Знаешь, что он? Наши выиграют Евро. Что сделаете? Поеду отдыхать в Дубай. Я покрашу кучеровые волосы в белый свет. На волосы побреешься? Можно. Наши парни начинают играть буквально через 2 часа. Что бы ты им сказал сейчас в раздевалке? Да, главное не волноваться, вся страна с ними. И мы хоть и не рядом, но мы все равно их поддержим. Играть на победного, на удержание и реализовывать свои моменты. Ребята, мы сегодня точно победим. Бороться, бороться и бороться, да. Задайте им. 0-2 после первого тайма. Как так? Мы считаем, что судья, откровенно говоря, нам подложил свиньюк. Потому что мы все видели, что это был чистый ассайд. Что происходит, мы не понимаем. Наверное, не хватило скорости. Жесткая аналитика подошла. Что ж только что озвучал гимн России? И вы видите, как наши болельщики готовы поддержать команду. Болеем все вместе. Россия! Россия! Вперед! 0-3. Что это было сегодня? Конечно, это неудачное поражение, но надо верить лучше, идти до конца. В любом случае не расстраиваться и не вешать нос. Футбол это, прежде всего, спорт. И нужно, чтобы это всегда было стабильным и здоровье было у всех футболистов абсолютно. Иначе без футболистов это будет не праздник. Абсолютного здоровья. Мы очень рады, что с ним все в порядке. Что ж, вот такой непростой первый матч вышел для сборной России на Евро. Проиграли Бельгии 3-0, но самые главные матчи еще у нас впереди. Спасибо всем болельщикам, которые поддерживали сборную сегодня. Удачи! Болеем за наших! Россия! Россия!